Специальный гость выпуска Амир Ройтман, президент клуба молодых бизнесменов. У нас в гостях Амир Ройтман, самый главный мафиози игры «Мафия». Это правда? Это правда. А еще я знаю, что ты президент клуба молодых бизнесменов, поэтому у тебя золотые часы, наверное, да? И это правда. Но это все мелочи, Амир. Является руководителем проекта «Магнитикс». Да? Фотомагниты. Как еще раз? «Магнитекс». «Магнитекс». Да, что это такое? Что это за фирма? Ты знаешь, когда 7 лет назад я был в Израиле, мне очень понравилась одна идея, когда ребята, которые обладают всего лишь фотоаппаратом, техникой определенной, выдают через час готовый продукт в виде фотомагнита. Так, очень интересно. И через час у тебя фотографии на магните, потом ты стоишь на холодильник, и вот у меня уже 7 лет фотографии на магните. Я хочу тебе заметить, что 7 лет назад я был первым, кто ввел такой проект в Молдову, но теперь их 20, а то и 30 компаний, которые этим занимаются. Я надеюсь, что они все твои. Я их очень люблю. Нет, это ребята, которые тоже этим занимаются. Но я был первым. Первым. Мы порылись в Википедии. Да. И обнаружили. Я буквально недавно вписал туда всю информацию. Да? Нет. Ну вот, а мы недавно прочитали. Нет. Я не знаю, кто ее вписал, но в общем. Я думаю, автор, которому понравился наш проект. Аббревиатура. Я извиняюсь, что? Я думаю, это автор, которому понравился наш проект, и он решил написать чистую правду о нас. Я потом, после передачи, должен был сказать, что это мы написали. Я все еще понял. Аббревиатура. КМБ расшифровывается как «Курс молодого бойца». Почти. Почти, но только клуб молодых бизнесменов. Что это значит? Объясни, пожалуйста. Смотри, вот бывает такая ситуация, когда ты начинаешь бизнес, либо планируешь начать бизнес, но у тебя отсутствует команда профессионалов, нет денег, инвестиций. Это главный вопрос, который происходит. А также, вроде, идея есть, реализовать готов, но знаний мало. Откуда их брать? А у нас было время, когда мы с друзьями собирались у меня дома, и мы обсуждали, у нас было 5 человек, и мы обсуждали наши бизнес-проекты. Я уже тогда был предпринимателем. И я подумал, а чем вот так вот у меня дома? Нужно как-то более помпезно. А почему бы не пригласить незнакомого предпринимателя успешного, который бы с нами поделился? И тут родилась идея, когда молодые ребята, друзья, собираются уже не дома, а на определенной площадке. И приглашают других более успешных предпринимателей, которые делятся опытом. КМБ, то есть Клуб молодых бизнесменов. Это для тебя больше увлечение? Это твой личный бизнес, либо это хобби? Ты знаешь, я к этому отношусь очень серьезно. Почему? Потому что даже сама аббревиатура КМБ. Ну, невозможно это относиться как... КМБ. Вот, поэтому это серьезная организация у нас. ККБ. Да, я тебе хочу больше даже сказать. Ну, представь, когда у тебя появляются такие цифры. 130 предпринимателей, которые выступили. Более 7 тысяч участников. Мы организовали порядка 400 мероприятий. Буквально в ноябре мы организовали 4 мероприятия в Москве. Буквально в прошлое воскресенье мы организовали предприятие в Одессе. Нам Одесса аплодировала. Мы собрали полный зал и выступило 5 предпринимателей из Киева, из Одессы. Когда ты понимаешь, что проект не просто местного характера, но он международный. Россия, Украина, Молдавия. То ты понимаешь, ну какое хобби, это бизнес. Когда у тебя в команде люди, которые вместе с тобой с понедельника по воскресенье... Готовы делиться секретами. ...вместе с тобой создают крутые ивенты, поэтому я тебе хочу сказать, что без команды у меня бы вряд ли это получилось. Здесь у нас пройдет проект Героя Молдавского бизнеса, где мы приглашаем наших местных предпринимателей успешных, которые, опять же, не являются тренерами, а не обычные предприниматели, но успешные. А мы можем сказать, кто это будет, к примеру? Ну, допустим, у нас мероприятие проходит ежемесячно. Ближайшее мероприятие у нас будет в воскресенье. В воскресенье. Так, вот сейчас пошел блок рекламы. Да, блок рекламы. Вот. Я понимаю, что кого-то мне счет предоставят, и мне придется расплачиваться. Ну, понимаешь, у каждого свой бизнес. Я понимаю, приходится. Все очень просто. Ты сделал желание провести полезный вечер. Ты можешь пойти в КМБ, Клуб Молодой бизнес-майнерской рекламы, либо ты можешь купить магнит, фотомагнеты. Ну, это твой эфир. Это твой эфир. Пожалуйста, конечно. Просто монтировать буду я. Да, я понимаю. У нас в городе, на самом деле, мест для развлечений достаточно мало. И хочется иногда познакомиться с новыми людьми. Ну, не будешь ты в торговом центре, и говорить, привет, друзья, меня зовут так-то, я хочу познакомиться вот с тобой, например. Ну, нужно место, где это может находиться. Знакомятся люди в Клубе Молодых бизнес-майнер, потому что там нетворкинг профессиональный. Либо они идут в Клуб Мафия, Мафия МД. Они там знакомятся. Знакомятся. Я не знаю, по какой причине, но приходят красивые люди. Красивые девушки, красивые парни, не для нас, информация. Туда приходят люди абсолютно разного возраста. Вы встречали людей, которые приходили и ни разу не слышали о игре Мафия? Конечно, много. Чтобы ты понимал, статистика у нас такая. Хорошо. Если ты говоришь много, расскажи вообще, что это за игра Мафия? Что там нужно делать? Там люди уже думают, что мы уже в Мафии прямой эфир. Что делать? Да, смотри. Может уезжать из страны. Да, смотри, получается как. Игра Мафия. Так. Если ее так взять, это детективно-интеллектуально-психологическая игра. Квест. Когда ты приходишь в Клуб Мафия МД, первое, ты видишь атмосферу. Второе, ты видишь красивых людей. Третье, ты видишь улыбчивых людей, которые готовят тебя. А если человек некрасивый, вы его не пускаете просто? Или там все красивые? Так, у меня нет в тексте, что отвечать. Да я шучу. 10% людей, которые приходят в Клуб Мафия МД, они никогда не играли в Мафию. Да у нас никто не играет по правилам. Да, у нас пистолетами приходят. То есть получается, когда ты приходишь, ты один из многих, кто ни разу не играл. У нас есть разделение, у нас три игровых стола. Стол для профессионалов, чтобы ты понял, Клубу Мафия МД 7 лет. Произнести это. 7 лет. 7 лет. 7 лет. Мне кажется, если я тебе просто, если я тебе дам свой телефон, просто подержай, ты мне его продашь. Да-да-да, получается, смотри. Есть первое, это про стол, где играют люди, которые уже с 7 лет играют в Мафию. Потом стол среднячок. То есть место найдется каждому. Да, а я начал играть в Мафию еще 8 лет назад, когда еще клуб мы не открыли. И ты знаешь, я тебе хочу сказать, что вот там я научился продажам, переговорам, НЛП, нейрогистическое программирование. Повтори. Вот. И я там научился, кто это не знает, ну это такая психологическая атака, манипуляции, все такое. Манипуляции и умением выходить из ситуаций неловких, когда тебе приходится, к сожалению, врать. Ну, вот такая ситуация, что нам приходится врать. И эта игра мне позволила многое понять. И благодаря коммуникациям и общению со многими в клубе Мафию МД, я смог уже наладить контакты с предпринимателями, которые у меня выступали в клубе Молодых Битсменов. Все взаимосвязано. Для каждого из гостей у нас есть такой блинц-опрос. Блинц? Блинц-опрос. Давай блинц-опрос. Суть его в том, что мы задаем нашему гостю вопросы, ты не думая на них отвечаешь. Давай. Вот так все просто. Я готов. Я знаю, что вы так не умеете, но... Симпровизируем. Я постараюсь. Я буду говорить не в попад. Если появится клуб молодых бизнесвумен, кто будет в нем главный? Я думаю... Отлично, еще. Я думаю, я думаю. Я думаю, зачем, когда вы играете в Мафию... Я думаю, я. Нет, подожди, ну я хочу ответить. Смотри, я думаю... Нужно коротко ответить. Нужно коротко, очень коротко. У нас время, все. Да, отвечаю. Значит, я. Буду я. Отлично. Зачем, когда вы играете в Мафию, закрываете глаза повязкой? Для того, чтобы мне было так открыто стыдно. Давай еще. Еще вариант. Открыто стыдно? Для того, чтобы... Закрыто стыдно. Закрыто стыдно. Хорошо. Для того, чтобы люди, которые смотрят мне в глаза, не видели правду. Идем дальше. Дальше. Глаза, это зеркало души. Главное отличие бизнесмена от мафиози? В том, что это два... Нет, это один и тот же человек. Это один и тот же человек. Нет, это человек... Это два в одном. Два человека в одном человеке. Я пока не был, что это сказал. Назови фамилию. Это... Это он. Это он. Отлично. Тогда идем дальше. Что делать, если в игре Мафия вам попалась винная карта? В этот момент ты пьянеешь. Почему? Потому что вино, это... Это еда. Это... Это. Это, это. Отлично. Это был мой ответ. Идем дальше. Что нужно закрыть, чтобы открыть свой бизнес? Рот нужно закрыть и молча открыть. И работать. Да. Смотри, я тебе хочу сказать очень коротко. Вступайте в клуб молодых бизнесменов и тогда ваш рот не должен быть ни закрыт, ни открыт. Вы просто будете действовать и получите результат. Отлично. О трансферах. Самый дорогой игрок в вашем клубе молодых бизнесменов? Самый дорогой игрок клуба молодых бизнесменов это, я думаю, каждый как красив, так и дорог для нас. Отлично. Лаконично. Сколько заплатить комиссару, чтобы он вам сдал мирных жителей? Я не помню, это было, это в конверте было. Я не смотрел, сколько это было денег. Миру мир, а миру? Вся власть. Я где-то это видел, читал. Продолжи смысловой ряд. Итальянская Коза Ностра, китайская Триада, японская Якудза, молдавская. Клуб молодых бизнесменов. Все понятно. И последний вопрос. Пожелай что-нибудь хорошо. Я не буду ему желать, я буду желать вам, потому что ему желают все, я ему до этого пожелал. А хочу вам сказать одно. Вы знаете, в наше время жить без юмора это тяжело. Особенно в нашей стране. Поэтому, друзья, вступайте в клуб молодых бизнесменов, вступайте в клуб мафии МД, вступайте в клуб хорошо. И поверьте, у вас однозначно будет не просто хорошо, у вас будет отлично. И я знаю, что у вас получится, потому что каждый из вас может. Спасибо тебе большое. Аплодисменты.